Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня опять про Flourish. Приложение весьма удачное, делает всячески забавные вещи с вашими данными. Например, гонку графиков. Но приложение не совсем простое, поэтому пришлось разбить знакомство на два видео. Итак, вот такой график мы создали в прошлом видео, но до конца процесс не довели. А именно не опубликовали его в интернете. Нам нужен экспорт и паблиш. На платном тарифе вы можете скачать даже HTML и встроить его на сайт вообще без сучка без задоринки. На бесплатном только через скрипт с сайта Flourish. Зато на бесплатном можно скачать фото. Бывает весьма удобно, если у вас график не интерактивный. Забираете фото, вставляете на сайт. Ну а если интерактивный, да и в любых других случаях можно вставлять графики через скрипт. На бесплатном тарифе вы не можете создавать приватные графики. То есть их нужно сначала опубликовать на платформе и вы получаете либо прямую ссылку, которой можно делиться в том числе в соцсетях, либо код, который можно встроить на сайт. Через div, то есть в ширину окна. Берем какую-нибудь запись и вставляем как HTML код. И получаем вот такой результат. То, что рисовали не вы, выдает только вот эта ссылка, что, согласитесь, не очень страшно. Но это мы рассмотрели простой график. А Flourish создан все-таки для сложных задач. То есть, например, вот. Это шаблон для статистики по фильмам, кинокомпаниям и жанрам, отсортированным по мировым сборам, насколько я понял. То есть у нас тут есть кинокомпании и жанры. А если крикнуть на жанр, то тут список фильмов. Если предыдущий график можно нарисовать как-то самому, то этот самому сделать уже весьма сложно. В том числе, поскольку тут присутствует интерактив. Посмотрим начинку. Тут полей много, но в графике присутствует только четыре. О чем это нам говорит? Что изначально существовала какая-то база данных, ее скачали целиком, а потом выбрали из нее только те данные, которые нужны в этом представлении. И также, если бы вы захотели сделать другую выборку по другим показателям, то просто указали бы другие столбцы вот здесь. То есть сейчас у нас SizeBy, то есть основной параметр длина шкалы определяется мировыми сборами. Столбец G. Мы могли бы мерить по рентабельности, то есть просто поставить в SizeBy букву E вместо G. Причем мировые сборы он сразу еще и плюсует. То есть тут есть еще и элемент работы с базами. Тут я так понимаю много фильмов, а вот у New Line Cinema только один. Да. Вот на ее примере и покажем. Он собрал 20 и 71 не знаю чего, наверное миллионов. Сейчас найдем New Line. Тут можно ассортировать ячейки, на графике это не отразится. И вот оно. Да. Видите, в New Line только один фильм. Правая кнопка мыши. Добавим строку снизу. Ctrl-C, Ctrl-V. И для пущей убедительности скажем, что это вторая часть, которая собрала миллион. Чтобы было проще считать. Все. И теперь New Line 2171. Он добавил сборы по второму фильму. Так, с этим понятно. Теперь разберемся со столбцами. У нас тут CBA. Это последовательное значение. Сначала он выводит C. Это то, что слева, шкала Y. Потом B. Это шкала X. А на A шкал уже не хватает, поэтому он выводит ее в отдельном окне. При клике на B. То есть на жанр. Если мы сделаем, например, так BA, то по Y будут жанры, а по X название фильмов. И при клике уже ничего открываться не будет. А если мы хотим, например, отсортировать по годам, то нужно создать такую конструкцию. Сначала H. Это будет Y. Потом B. Это X. И A открывается в новом окне. То есть вот так. Ну и еще раз. Если мы хотим измерять не сборы, а, например, рентабельность, то здесь меняем на E. Рентабельность он также плюсует. То есть что мы получаем в сухом остатке. Шаблон предустановлен, но вы в него можете вставлять любые базы данных и совершенно по-своему их перенастраивать. Делать выборку по своему усмотрению. А если учесть, что настройки шаблонов весьма тонкие, можно создавать уникальные графики. Не похожие на другие. Шаблонов тут великое множество, а значит и процессов можно визуализировать великое множество. Вот, например, гонка графиков. Очень, на мой взгляд, эффектно выглядит. А по сути это просто база данных с какими-то показателями, разбитыми по годам. И если у вас есть под рукой какая-нибудь похожая база данных, то вы ее можете перевести в данный вид в три клика. Единственное, если у вас столбцы не совпадают, здесь нужно переназначить буквы действуя по аналогии, как в предыдущем примере. В крайнем случае методом научного тыка, который зачастую более эффективен, чем многолетнее изучение темы в ведущих вузах страны. Не знаю, мне кажется, я показал алгоритм, и этого достаточно. Частностей здесь много, но на то они и частности. И если есть что-то действительно непонятное – голосуйте лайками и комментариями. И сделаю еще скринкаст. Но обязательно в комментариях пишите, что именно непонятно. Понятно, что непонятно может быть все, но если есть действительно важный процесс, который я упустил, я его обязательно покажу. Все, подписывайтесь на канал, у нас тут много интересного. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и любите друг друга. Спасибо за просмотр!